христос воскресе добрый день дорогие мои мы продолжаем читать евангелие от иоанна и сегодня у нас 6 глава я вам скажу так вот я то не беру толкование уж совсем из головы своей конечно что-то своих пониманий вкладываю но как основание я все равно беру ну например евангелие от иоанна очень хорошо и он златоустый объяснил у него 84 проповеди на евангелие от иоанна филакт болгарский преподобный он 129 сказал ну то есть написал значит лекции что ли или проповеди на евангелие от иоанна 124 извиняюсь и тоже очень интересно мне очень нравится как феофан затворник у него там евангелие на каждый день и вот эти объяснения к этим евангелие как он объясняет так достаточно неожиданными некоторые вещи для нас но естественно я что-то и от себя беру вот и поэтому вы что-то новое слышите я не знаю насколько это бога вдохновенно но я считаю что господь да вот дал мне это понимание я пытаюсь с вами поделиться и чаще всего я вижу что это понимание действительно находит свое подтверждение например когда я рассказывал про плащаницу про то что с телом произошло простышку про свет и буквально вот только рассказал я вдруг решил почитать еще раз я на златоустого он один в один я не читал у него этой проповеди вот на на это он один в один так и говорит что на древо райское вернулся плод который был адамом похищен можно так сказать и этот плод цвет просвещения который нас теперь освещает то есть я сам нашел своим словам подтверждению и она златоустого и был очень удивлен и доволен и мы с матушкой даже обсудили как это так может через столько столетий одно и то же вот приходить а так и должно так и должно по видим так вот мы в этом просвещении и приходим к единомыслию и единоверию если правильно развиваемся и так глава 6 только что в пятой главе мы с вами прочитали что христос иисус христос господь наш бог слова воплощенной в человеке пресвятая троица вместе здесь действующие от имени отца а сын действует и дух святой ему помогает отказывается от отношений с фарисеями с иудеями и на все обвинения его что он в субботу там что-то не делал христос по существу им говорит а вы и не можете ко мне иметь каких-то претензий потому что вы отца то не мы его не увидели и не познали никто из вас его не видел и меня то не понимаете что я и отец это одно и то же и то что я говорю вам это отец и говорит они правда не понимают и многие читающие евангелие тоже не понимают отделяют как-то иисуса христа от бога слова это раз а бога слова сын как-то отделен у них от отца и поэтому говорит якобы сын а интересно что там еще отец сказал бы как и апостола в конечном итоге помните там значит скажет ты бы нам показал отца и все и мы бы успокоились один из учеников ну ладно мы с вами переходим к 6 главе и читаем после сего то есть после этого скандала с фарисеями который произошел из-за вылеченного на купели после всего пошел иисус на ту сторону море галилейского в окрестности тивериады за ним последовало множество народа потому что видели чудеса которые он творил над больными иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими приближалась же пасха праздник иудейский после того как он с фарисеями поговорил мы знаем что они начали искать его убить иисус уходит в галилею уходит в языческую страну так можно сказать от иудеев и там начинает уже большую проповедь не просто вот с учениками а еще и с теми кто у него был вылечен но каким он образом начинает смотрите он не только ссорится с этими иудеями так можно сказать но пасха приблизилась а он пошел в другую сторону это уже полное отвержение религии ветхозаветной он обязан был как иудеи идти на пасху и все остальное но христос идет на это отвержение и больше того за ним уходит множество народа то есть эти люди тоже в его примере видят что вот это ветхозаветная религиозность или фарисейство как мы сами все все время их ох фарисеи как как они вот нам ненавистны но почему-то сейчас очень часто стали обращаться к этому ветхому завету и пытаться через него понять духовность вот господь не только говорит что весь этот ветхий завет только для того чтобы там я был обозначен и я вот он пришел но и поступает как тот кто отвергает его своим поступками делом он уходит галилею и за ним последовал много народа потому что видели чудеса которые он творил над больными вот они пока пошли за ним только потому что чудеса видели они еще не верят в него как в бога но ведь мы какие люди ненасытные у меня была болячка небольшая вылечите меня или большая вылечите меня вот вылечили а давай еще а давай еще вот хорошие врачи знают что не буду секреты врачи открывать вот что человек ненасытен в своем желании вот этого чуда ты сколько ему не покажи он никогда не скажет что о чудо все бог тебе верю все побежал буду теперь только для тебя служить нет надо вот дальше ходить надо дальше еще иметь иметь это желание приобрести это чудо и вот эти люди идут за ним потому что это чудо видели но что он делает иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими мы видим что иисус очень часто поднимается на гору то есть такие основные события у него происходит на гору и что это в общем-то для нас с вами в определенной степени значит он таким образом во первых отсекает немощных то есть из той толпы я уверен что множество сразу отсеялось потому что на гору идти за какими-то чудесами будут не будут мы еще не знаем но мы с вами прямо точно видим что он с учениками только взошел на некую высоту уже все остальные те кто пошли за этими чудесами пока отсеялись но читаем дальше приближалась пасха праздник иудейский иисус очи и увидел что множество народу идет к нему говорит филиппу где нам купить хлебов чтобы их накормить то есть сидя уже на горе с учениками он видит что поднимается множество учеников людей и спрашивает филиппа говорил же это испытывай его ибо сам знал что хотел сделать христос испытывает своих учеников он уже говорил они уже слышали что он бог они уже многие высказали что ты бог но начинается их испытание и вот филипп можно так сказать первые подпадает это испытание говорит множество народу идет где мы можем купить хлебов говорил же это испытывая его ибо сам знал что хотел сделать филипп отвечал ему им на 200 динариев недовольно будет хлеба чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу то есть филипп знаешь что перед ним сидит бог отвечает по существу так не знаю что делать у нас 200 динариев есть но если мы их истратим и все равно никого не накормим потому что на всех не хватит на всех не хватит этого хлеба который купишь на 200 динарии все если филипп до этого и говорил что да вот бог вот иисус он видел эти чудеса но вдруг вот на таком моменте что нужно накормить этих людей он уже не верит что перед ним бог вот мы мы с тоже точно так же часто поступаем что вот в какой-то момент вот мы верим что здесь бог а в какой-то момент вот он уже не бог вот здесь мы уже ему не верим то есть мы верим что в храм придем и там бог нам помощь какую-то окажет а выйдем на территорию храма и не верим что бог уже может нам помощь оказать там в храме мы сделаем вид, что мы Бога почитаем, там косыночку оденем встанем ровненько и все остальное а как вышли косыночку в сумочку значит сигарету в зубы, все, уже Бога рядом нет не так ли? вот так, ну здесь в более мягкой форме но Филипп, можно так сказать ну ладно, не будем его обвинять он правда хороший апостол один из учеников его Андрей, брат Симона, Петра говорит ему здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки но что для такого множества? Андрей не спрашивает ничего, Христос Андрей сам проявляется но в какой степени он проявляется? он проявляется в соучастии с Филиппом Филипп не понял что перед ним Бог который все равно решит эти с Динарией имейте вопросы и Андрей говорит да, вот у мальчика есть пять хлебов и две рыбки но это все равно бесполезно то есть они пытаются отказаться от участия в любви к тем кто к ним приближается так можно сказать Христос думает как их накормить они говорят не, мы ничего сделать не можем у нас нет ни Динариев ни хлебов с рыбками что же дальше делает Христос Иисус сказал велите им возлечь было же на том месте много травы и так возлегло людей числом около пяти тысяч много травы потому что Пасха в первый весенний день у Иудеев бывает то есть весна наступила там конечно потеплее там и много травы это значит уже говорит о том что да вот она уже в рассвете уже возлечь на нее можно а сколько возлегло пять тысяч людей считаются одни мужчины вот в данном случае ну вот везде здесь людей мы можем людьми сейчас и детей и женщин считать поэтому будем считать что все легли а нет вот во всех толкованиях сказано что считались одни мужчины вот поэтому в общем-то людей-то было может быть шесть и семь и десять а женщины мы видели они еще и больше веровали в эти чудеса они им больше нравилось может быть их там больше пяти тысяч было ну вот столько легло ожидая чего-то они-то послушались интересно что возлегли пищи пищи нет мы пришли но вот возлегли иисус взяв хлебы и воздав благодарение раздал ученикам а ученики возлежавшие также и рыбы сколько кто хотел и тогда насытились то сказал ученикам своим соберите оставшиеся куски чтобы ничто не пропало для меня вот это ну вот хотелось бы увидеть это как как это в действительности вот пять хлебов начинают их разламывать раздавать а они не кончаются то есть уже пять тысяч обошли раздали шесть может десять тысяч раздали да еще рыбы там вот что за чудо то есть вот какой-то вот что ли стоит короб или чего из которого берут 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 бесконечно я бы наверное с ума сошел от удовольствия видеть это потому что мы с вами у фокусника видим как он зайца из шляпы вытаскиваем говорю где же зайца то был или там из рукава голубя как нам удивительно а здесь вот такая бесконечность раздачи вот этой идет хлеба и насыщаются все так еще как насыщается и когда насытились то сказал ученикам своим соберите оставшиеся куски чтобы ничего не пропало и собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов оставшимися у тех которые ели было пять хлебов набрали еще двенадцать коробов тогда люди видевшие чудо сотворенное Иисусом сказали кто это истина тот пророк которому должно прийти в мир Иисус же узнав что хотят прийти и нечаянно взять его и сделать царем опять удалился на гору один то есть его то убить хотят он уходит то теперь вот он узнает что царем его хотят сделать опять от них можно так сказать убегает на город один оставляя их тут всех с этими хлебами и с этими вот я остановлюсь на этих строках это на пятнадцатой это еще не конец этой главы шестой но я бы вам хотел кое-что еще пояснить в этой главе потому что есть некое еще и духовное видение того что происходит со всеми этими людьми с этим чудом и что в этом чуде мы можем для себя понять или получить и воспользоваться этим чудом потому что во всем написанном есть не только видимая часть того что мы с вами слышим реального вот такого происходящего но еще можно так сказать невидимой духовная часть того что происходило и ее нужно тоже для себя осознавать по крайней мере в трактовании у того же филакта болгарского об этом так вскользь сказано я вам просто еще немножечко растолкую больше здесь речь идет не только вот о пяти вещественных хлебах потому что мы с вами слышали что не хлебом единая жизнь человек но здесь есть образное понимание о чем святые говорят того что эти пять хлебов опозначали пять чувств человеческих пять чувств человеческих и эти пять чувств человеческих действительно имеются вроде в небольшом человеческом теле вот у меня есть слух зрение вкус осязание что-то пропустил ну а нюх вот нюх и я еще и они казались бы маленькие только для меня предназначены ведь это так но когда человек через них получает от господа все что ему можно получить что понести может то он оказывается может поделиться всем этим с невероятным количеством людей то есть маленькие пять хлебов у вас имеющиеся вы можете раздать на огромное количество тех людей которые к вам пришли которые вот хотят чтобы вы их насытили ну в данном случае ну например вот у меня полмиллиона человек приходит хотят чтобы я я их насытил кто-то уходит сытый кто-то вот от этих пяти хлебов которые ум мой душа дух каким-то образом приумножают выходит таким огромным количеством хлеба хлеба но не того телесного о котором речь идет это пример для нас из всех что мы с вами тоже такие же вот приумножители имея вот эти пять чувственных хлебов можем их раздавать всем остальным если приумножим в себе в своем сердце с помощью Господа потому что Господь здесь повлиял на то чтобы они приумножились поэтому не считайте себя вот таким маленьким уж что-то на ум лезет корытом где только вам есть что поесть и вы собрали и вы это можете считайте себе тем кто может приумножить кто может вот раздать ближнему а тебе вот а вот тебе а еще тебе но я бы здесь вам еще и указал на последние тоже не очень понятные казалось бы строчки что приглас попросил собрать остатки своих учеников собрать остатки то есть кусочки хлеба и набралось 12 коробов вот что это за короба откуда они вдруг взялись именно 12 коробов и почему их набрали это короба с которыми путешествовали ученики 12 учеников 12 коробов и образное понимание того что было произведено с этими кусочками это то что вот богом людям данная пища духовная ее может еще и подобрать апостол ученик божий себе взять для того чтобы что а наверное делиться или питаться я не знаю вот куда они эти 12 коробов дели после ученики ходили и как у нас говорят хомячили потихоньку каждый в одиночку я думаю нет я думаю что они вот этим даром божиим делились со всеми остальными и еще кто-то напитался и кто-то еще получил от этого пользу мы не знаем нам хотелось бы это узнать но мы не знаем мы только знаем что господь поняв что его могут сейчас взять в цари даже узнав узнав а он тайнозритель он видит что думают про него он знает что сказать могут про него уходит от них в гору чтобы они не дай бог вот в этом возбуждении вот действительно вдруг не давай его теперь вот в Иерусалим давайте там устроим бунт и посадим его царем это был бы конец и всем ученикам и христианству потому что не дай бог здесь было бы убийство или какое-то восстание то это было бы все сразу христианство крови залитые и христос ни разу никого не подвел до убийства и до крови так что вот такая интересная у нас часть главы 6 у нас тут еще наверное в этой главе да как минимум еще на три беседы но на две это точно есть поэтому приходите завтра будем дальше все это обсуждать а сейчас христос воскресе здоровья вам всем дорогие мои радости и хлеба господня аминь христос 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 Продолжение следует...